так друзья продолжаем наше путешествие я уже недалеко от вероны вот с левой стороны на получается к моментам километров 20 сзади было вот так слева сзади вот а мы же подъезжаем до загрузочки очередной и кстати будем возвращаться этой же дорогой потому как будем ехать в австрию по а-22 это на инсбрук бальцаном пренеру вот той дорога тренда ну вот получается как бы слева вот на дорога а-22 за вот это вот горой или как-то получится то есть нам будет возвратиться направо и опять на право как бы ну как бы направление вот так правильно мы сейчас едем по идее учат буду загрузились и также поехали в австрию на выгрузку но и так понимаю что навигация мне разворачивает потому что наверно туннеля здесь какого-то нет вот через эту горку кручаться это видно а по горам лазить там много она мне не нужно легковые да могут там как-то перескочить переехать тем более буду груженным лучше ехать пускай лучше объехать но спокойно по нормальной дороге где ровно и классно и широко ну в этом месте я еще не был получается спичи справа такая возвышенно слева и вот на таких склонах он тоже домики всей видите так ну опять же видите я от вижу а вам ну тяжеловато это все рассматривать потому как вы только прямо можете ну чуть по углам я же и вправо и влево здесь и виноградников полно смотрите как склоны засажены сухие итальянские вина натуральные вот слева выстроили такие как пирамидкой да не знаю чё но ничего так нормально превышаете допустимую скорость превышает да надо 50 а мы едем 62 за мной тянутся машинки ну видите сплошная как бы обгонять нельзя ну и тянутся а так бы не поехали 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 б живее конечно так здесь что-то неровности какие-то знаки вот висят нарушают видите сплошную а пофиг опять справа виноградники опа здесь лес доска батончики по моему здесь идет производство делается вот а цилиндровка какая-то вот то есть движение такое интенсивное вот это оливковые деревья такие вот справа каскадами виноградники но грунт такой видите каменисты такой вот я смотрю как они там эти виноградники черпают эти вот так слева у нас оливки черпает недра вот это чтобы это все во первых на полив какой-то тоже все таки превышаете допустимых скоростей должно быть ну чё интересные места мне еще до до загрузки три километра вот такой вот дорогой наверное ну ничего так интересно гляньте как панорама час двух просматривается классно готовьтесь через 800 метров ехать на дорогу с круговыми движениями вы превышаете допустимую скорость столовена вот так столовена название вроде бы так ну чё интересно тоже видите так вы превышаете допустимую скорость мне нравится через 100 метров едьте на дорогу с круговым движением а затем съедьте используя первый съезд как разнообразие и первый съезд мопедист мотоциклист левее так 100 метров промархал вот так 29 градусов вот пока у меня 26 туда не знаю забло слева висела так что-то на здесь все какие-то машинки что-то аренда наверно или как-то так 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 сейчас глянем как называется наша достава вернее с доезда фирмы альберти ла мери альберти ла мери здесь камни вот видите гранит или какой-то вот тоже чего на привезти потом поколоть либо порезать с него что-то вот какой-то вы превышаете допустимую скорость тут камня много и вот с левой жилой массив среди видите белье сушится так это кто-то нас так запарковался и пошел польская регистрация и пошел искать пошел спрашивать туда не туда вот на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните направо судя по навигации мне вот направо сюда а вот альберти альберти давайте вот сюда за рулем да сходим узнаем чудо как альберта сальватьера дам ладно пока прерываемся друзья вот такая ремарочка смотрите вот навесики а там написано душ и они же туалет и чё там еще кофе ну короче вниз на спуститься туда вот и принципе получим так что видите есть на нормальных предприятиях на фирмах вот такие вот условия которые можешь как говорится это воспользоваться все я пошел в офис и опять же друзья ремарочка вот стоит автомобиль смотрите на тягачи он четырехосный так и прицеп у него пять осей даже это к чему ведет то есть данные автомобили перевозят тяжеловесы это и вот чтобы не разрушать полотно полотно то есть где-то вот приблизительно тонн 8 или 7 на ось 8 и 5 40 тонн можно груза сюда грузить ну опять же как бы не груза там может где-то 30 тонн зависимости вот так от ну и там как-то вот такие прицепы и тогда полотно не разрушается то есть дороги все нормально или как говорится 1 на весах и по осям как-то может быть проходит наверное потому что есть автомобили которые дну силовесы так как прицеп я вижу такой первый раз увидел он небольшой как бы по длине за метров в два три четыре пять шесть семь метров восемь где-то вот так вот ну а вот пары колес вы смотрите шесть пар а шесть даже пар шестиосный шесть пар по четыре колеса на ось вот по 624 колеса только вот здесь 24 и там вот тоже так само два рулева 4 и там 12 24 плюс 12 вот вам 36 колес вот так вот ладно ждем мы свои загрузки вот так вот смотрите